Доброе утро, мои дорогие! Время восьмой час. Мои все спят еще, а я уже им котлеты жарю. Вот она, бабушкина доля. Это белье уже постиралось, сохнет. Это такие хорошие хлопоты, скажем так. Потому что, честно говоря, уже и котлеты-то не жарила. Не знаю, сколько. Так, давно. Ну, что я буду котлеты, что ли, жарить себе? Что-то я как-то... Да. Ничего, тут сразу все вспомнишь. Ну вот, все дела сделала. Время девятый час. Завчишки мои еще спят. Я уже спать хочу. Какого хрена я подорвалась полшестого? Эти женщины. Фу. Так. Ну вот. Всю бижутерию, которую я вчера купила в комиссионке, я помыла. Смотрите, как все засияло. Все камни, всю бижутерию, которую мне дарят, присылают, что я покупаю, я обязательно мою всегда. Во-первых, я же не знаю, где она валялась. Носил ее кто-то. Зачем мне нужен чужой пот, чужая грязь. Не нужно. Они все становятся прям хорошенькие, блестящие, помытые. Мою ее просто в мыльном растворе. Кладу в теплую водичку на полчасика. А потом вот так вот руками мою. Какие-то бывают вещи очень грязные, такой зубной щеточкой мягонькой помою. Вот. Ну, обычно за полчаса все отстает. Ой, ну вот это вот просто кулон меня прям завораживает. Да что красивый. Пузырьки вот эти прям. Очень красивые. Ну и вот это, конечно. Вот эти бусины с эффектом АБ. Называется Аврора Боррелиус. Судя по замку, это годы 50-е. А может и 40-е. Очень повезло мне с этой покупкой. Просто. Прям очень я довольна. Вот так вот учатся дети онлайн. Да, подожди, зайка. Сейчас я сниму, как Гриша учится. Вот, смотрите. Это русский язык у них идет. Вон там. Учительница старается, объясняет. А это вот эти все ученики, которые сейчас. Обязательно будет толк. Обязательно будет толк. Ну, я думаю, что толку много от такой учебы нет. Как ты считаешь? Что? Есть толк от такой учебы? Ну, вот. А тут повторение идет, которое мы повторяем. И на уроке по нескольких раз. Вот так вот онлайн учатся. На улице больше 20 градусов мороза. Привет! Привет, тетя! Саша учительница кричит в онлайн. Привет, тетя! Холодно на улице. Даже народу никого не видно. Я решила, что не пойдем мы с Сашей в магазин за игрушками. Положу его спать днем. Гриша проследит. А я схожу тут недалеко. Схожу, сама ему куплю. Не хочется. Он недавно болел. По холоду тащить. Мы еще такие оба пешеходы. Так что схожу одна. Саша прислала маленького своего. Господи! Какой симпатичный декор новогодний. Новогодний. Ага. Да. Новогодний. Ну, собственно, такой можно, я так думаю, из картона сделать. Домики делаются. Олени, елочки. Вот эти цветочки вырезаются. Ну, симпатично получается. Сейчас еще покажу. Сашка, ты с своими шариками? Да. Да. Так. И вот еще вот такая вот. Вот у меня есть такая рамка из Икеи. Прям вот, ну, один в один практически. Вот смотрите. Тоже очень просто все. Можно вырезать из картона и сделать. Самое главное, что, видите, что сзади темный фон, а на темном фоне вот беленькое уже вот так вот смотрится хорошо. Сейчас включу, если включится. Вот видите, видите, как. А что, симпатичненько, как. Саша, симпатично? Где горит? А где горит? Как где горит? Вон сзади там маленькие лампочки. Можно просто вот эту гирляндочку. Гирлянда. Тоненькую такую, да, там положить и все. Ну, видите, как все. Новогодняя. Новогодняя, да. Новогодняя. Новогодняя. Боже мой. Какая прелесть. У нас вот такой бучик был. Ты мой хороший. Рельс какая. Этот еще мелковат. Может, молодой. У нас буча-то был прям как диванчик. Уже седьмой год его нет. Мороз и солнце. День чудесный. Чего ж ты дремлешь, друг прелестный? А друг прелестный не дремлет. А плетется в магазин. Потому что внуки сказали, надо вкусняшек. Ну, раз надо, значит, надо. Снег скрипит. Ой, здорово. Не все, конечно, в Мурманске замечательно. Вот эта вот проблема испокон веку. Видите? Потому что часто бывает оттепель. Растает все. Вот эта снежная каша. Вот. И если на улице за всем этим следят, чистят, то в дворах получается вот такое. Потом это все замерзает машинами. Вот это. Вот это, конечно, кошмар. Люди ходят. Ноги подворачиваются. Машины вот это вот. Вот это кошмарно. И это вот сколько себя помню. Вечная история во дворах. Ну, что, я в фикс-прессе. Уже взяла наклеечек себе. Шкатулочка с сердечками. Какой подсвечник. Ну, вот видите, я на самолете без багажа. У меня ничего такого в рюкзак у меня не влезет. Только исключительно наклеечки какие-нибудь. Танюшка там высаживает. Он продает ируккула, томата, и огурец. Горшочки сразу выращивает. Так. Так, что у нас тут? болельщику футбольному вот такой бокал с мячиком. вот эти кружки. Вот эти кружки. Лего. Так. Что тут? Открывашки. Так. чашки с крышками. Кружка электрическая, которая размешивает. ой, девчонки, смотрите, какие шкатулки. состаренные. Мои беленькие, серенькие. Мои беленькие, серенькие. Мои беленькие, серенькие. И девушку вот такую хочется. Мои беленькие, серенькие. Мои беленькие. И шкатулки очень нравятся. А что же делать? Посылку опять отправлять? Так, ладно, надо подумать. Ну, не могу, ну. Посмотрите, какие ящички. Да и суккуленты вот эти очень хорошо смотрятся. А вон, смотрите, зеркало какое. И там у него внизу крючочки. Я даже уже сейчас представляю, как девчонки начнут все это переделывать. Радовать всякой красотой. Такая у меня есть тележка. А теперь еще и корзинки есть магазинные. Ой, ну это если вот только все показывать. Ну, я же обзоры не делаю. Просто, конечно... Я только всегда говорю, вот бы в Черноморск такой магазин. С такими ценами. Ладно, Люба, не зависай. Ну, какие-то я такие даже и не видела еще средства. Так. Так, ну ладно, вот зачем я пришла. Так, футбол. Ну, я думаю, что Сашка... Сашка пока не будет так играть в футбол. Он, наверное, еще маловат для этого. Так. Стойный шторм. Так, ладно, сейчас я похожу, посмотрю. Ой, зеркала с подсветкой. Так, ну что, я немножко так подрастроилась. Для Сашки особенно нет игрушек-то. Наклички. Наклички. Какие-то прям, вот, но... Не знаю. Нет. Нет интересных-то. Туризм. Ладно, походим еще. Ну, тут я все думала сейчас. Быстренько-быстренько. Ага. Быстренько-быстренько. Залипаешь, как не знамо кто. Так, ну ладно, я вам дома покажу, что я купила. Так. Вот надо же еще посуду посмотреть, да? Как без этого-то. Ну, это вот, конечно... Это надо ждать, когда я перееду из Крыма с посудой с этой. Только ходить, расстраиваться. Ой, смотрите, какая пиала интересная. пиала-болл. 700 миллилитров, 149 рублей. Это бульонница такая. Из чего они сделаны? Не знаю. Вот такие же кружки есть. Вот это мне прям понравилось. Ой, к ней прям найти подходящую крышку. Вот тебе и шкатулка. Так. Так, ладно, пошла я. У меня же там Гриша за Сашкой смотрит. Ну вот, сходила в Фикс Прайс. Ползу домой. Как жалко, закрыли евроросы, а? Теперь везде открываются эти магниты. Терпеть их не могу. Так, ну что, купила вот такую форму из цемента буду, а не снег. Купила форму, Саш, купила. Так, вот это я купила, Саша, машину вот такую со звуком и светом. Сейчас Гриша разберется. Так, вот это игрушка аэрофутбол. Я не знаю, Зайчик. Сейчас Гриша разберется. Да. А что такое музыка? Ну, не знаю. Купи. Это цветы, Саш. Да, вот такие. У меня таких не было. Вот такие. Что такое? Поставил. А что такое? Вот это наклейки. Что поставил наклейки? Это я делаю шкатулочки. Шкатулочки буду наклеивать. Я очень люблю розовых фламинго. Так, а вот это чай. Чай. Да. Ну, это я Вите, который к соли, которые с моим котом там живут. Я им всегда привожу чаи всякие. Так, ну и купила еще салфеточку вот такую. Ну, это чтобы камушки не гремели об стол. И вот такую вот купила салфетку. Ну, эту салфетку я купила попробовать, как вам сказать-то, шпаклевкой сверху. Ну, в общем, я вам потом покажу. Вот представляете, какой грамотный ребенок. Он говорит, что это робот-пылесос мусор собирает. Это робот-пылесос. Это игрушка такая, футбол. Футбол. Мусор собирает. Вот так вот. Три года-то. Вот как надо. А? И у него по краям резинка, чтобы не оббивать. Мебель. Мы спать собираемся. в памперси. Памперси. Вот. Ногой, ногой. Так, а покажи машинку белую, как она катается. Ну, ты покажи. Саш. Дай. Ну-ка. О, фары горят. Поехала. Шумит, фары горят. Ну. Нет, ты не сверху. Надо вот так, как в футболе. Вот так, ногой. Вот так. Вот. И гоняй вот так по полу. Одни игрушки кругом. Вот. Пацаны у меня делом занимаются. А смотреть нечего. Ты собирай, а потом посмотришь, какой ты молодец. когда соберешь. Сразу несколько собираешь. Есть колесики? Колесики? Колесики, да. Ой, девочки, а я нашла в игрушках. Надо смотреть на игру. Игру. Игру из нашего детства. С ума сойти. Ну, конечно, уже тут всё это Сашка растерял. Но всё равно. Ой-ой-ой. Так. Ха-ха. Так. Ну-ка, давайте проверим, у кого такая была в детстве. Ну, не такая, понятно было, по-другому немножко. Ставьте лайк. Ха-ха. Будет видно. Ставьте лайк. Да. Вот видите, они теперь вот на таких. Раньше у нас просто заворачивались бумажечки такие. А теперь вот. Ой, тут ещё и девочка была. Только история её жизни затерялась как-то в игрушках. А мячик. Вон, видите. Так, ещё нашла запчасти. А такой мячик. Да, такой мячик. Какой мячик, зайка? А такой мячик. Что мячик? Вот, понравилось ему. Машина на него не произвела впечатление, а вот эта штука ему понравилась. Да. Ну, что это? Давай ножкой. Давай ножкой. Давай. Ха-ха-ха. Не надо. Там, видишь, Гриша собирает, старается. А ты ему сейчас всё этим мячиком... Саш, давай выключим, Саша. Давай. Да. О, видишь, какой молодец. Вот. Пусть он сейчас соберёт. Ну, там не хватает много, конечно, запчасти. А щётки? Элементов. А щётки без... Мячик щётки нет. Мячик щётки нет. Да? Какой щётки? Нет. Ну, это ж не робот-пылесос, Саш. Это ж просто игрушка. Господи, на. Это робот-игрушка. Ха-ха. А что работает? А работает, потому что она так сделана. На коробке купи. Угу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok